Ну что же, будем запускаться. Как говорится, пунктуальность, вежливость королей. И сегодня нас с этим организаторы турнира, компания. Организация Елик вместе с Фейсетом радует. Трансляцию они сегодня запустили вовремя, никак вчера не было у них. Сегодня каких-то задержек, но на трансляции пока игр нет. Я сейчас вам ее покажу, ребята, в течение пары минут. Пока что мы запустимся, настроимся. Пущу я в серии стримы, поприветствую ребят, которые подошли уже в чатик. В общем, все как обычно. 2-3 минутки на настройку. И мы начнем ждать. То есть, в принципе, время будет потрачено и так, и так. Это на дела всякие разные. Запускаем рестрины. Сегодня мы, ребята, без YouTube, но запись, я думаю, будет. Посмотрим. Посмотрим. Так, что мы имеем? Да, на официальной трансляции уже есть какие-то изменения. Появляется сетка, появляется... Не сетка, точнее, а расписание. Сейчас я вам его покажу. Сейчас я вам его покажу. Будем мы ждать начала игр. Так. Вот расписание. Итак, первый матч у нас в... Первый матч у нас состоится в 21.00. Не успели вы посмотрите. Я думаю, я тоже не успел. В общем, в 21.00 у нас состоится первый матч. Будет играть команда Ennex Overwatch против команды Rogue. В общем, коллективы знакомые. Ennex это наши ребята из СНГ. И посмотрим мы их матч. Поболеем, само собой. Потопим за наших ребят. Это вот заставочка к турниру. Давайте поставим, может быть, здесь звук. Да, очень здорово. Петр, приветствую. Гера. Ребята в чатике, которые уже отписались. Добро пожаловать. Пока мы смотрим заставочку. Да, ну. Какие-то проблемы. Заставочка у меня сегодня. Ладно. Видите, еще старый интерфейс. Турбосвина. Слева вы могли наблюдать. Старые, старые. Еще стоят вот эти иконочки и прочая прорисовочка. Я маленько пропиарил тебя у помича. Спасибо, ВЗИК. Спасибо большое. Я видел даже твой пост к событию. Вот, поэтому спасибо большое. Ребята, всем привет, кто к нам подходит. Сегодня мы посмотрим с вами турнир. Угры в Watch Open. Европейский регион. Играть у нас будут полуфиналы. Тоже будут играться. Играют NX Overwatch. Это наш коллектив из СНГ. Сейчас у них проходит буткемп в Белоруссии. В принципе, можно найти группу ВКонтакте, их официальную. И найти... Какая заставка, да? Классная. Сделана под этот турнир. Purple Unit, приветствую. Алекс Билд, добро пожаловать. Так, ну у нас вот сегодня тоже комментаторы все те же. Они будут для английской аудитории комментить. Ну а мы с вами... Так, я сейчас еще поставлю заставочку через некоторое время. Посмотрим мы, что у нас есть. Да, комментаторы тоже те же. Они просто поменяли рубашки. Теперь они будут комментировать в Белом. Напомню, турнир этот был анонсирован вчера. Турнир поддерживает организация E-League совместно с Faced и при поддержке Blizzard. Так, один момент. Возможно, у меня где-то что-то тормозит. Трансляцию, ребята, один момент. Сейчас все проверим. Да, есть такое дело. Прошу вас прощения, к тому же запустил я рест-стримы. И... Вроде бы все пошло, все хорошо. Еще раз проверяем. Так, вроде как все нормально. Энексы скоро, они первые, или можно отойти пока? Энексы первые, я думаю, сейчас матч у нас скоро начнется. Ребята, я сейчас настраиваюсь. Еще прошу вас один момент. Так, ну вроде бы как все хорошо. Хорошо, давайте перейдем обратно к англоязычной трансляции. Или нет, давайте не будем смотреть на комментаторов, а лучше нажмем вместе с вами и посмотрим сеточку, как у нас она выглядит. Итак, смотрите, вчера мы с вами посмотрели четвертьфиналы, играли Энексы против Reunited. Энексы в идеальном, отличном стиле обыграли своих оппонентов из Reunited, в которых, кстати, тоже играет один наш игрок, это Unfixed. Вот, запись есть на канале, и запись есть в сообщении дня, так что, если вы не видели, пропустили, посмотрите, очень были интересные игры, и Энексы показали хороший действительно Overwatch. Также вчера были матчи Рогов, как раз-таки текущих соперников Энексов против Too Strong. Прэдсы, насколько я знаю, техническое поражение получили, то ли они не явились на матч, то ли они именно отдали игру команде Creation Sports. В общем, не знаю, какая-то заминка произошла, возможно, они вчера играли на каких-то других турнирах. Насколько мне известно, поражение там было не игровое, а вот именно из-за каких-то таких моментов технических, поэтому, к сожалению, прэдсы не вышли в полуфиналы, но у нас есть один СНГ-коллектив, это Энекс Овервотч. И в четвертом четвертьфинале, мы вчера его, кажется, наблюдали, играли команда Misfits GG и SG-1. Довольно упорная, кстати, получилась борьба, финны смогли навязать своим оппонентам, более именитым из Misfits, борьбу, и счет получился 2-1, суммарно, посмотрите, тоже запись, если вам интересно, матч был очень даже хорош. Вот, слэш-мод, там есть ссылочка, самая последняя. Так, ну и сегодня, значит, нас ожидает первый полуфинал команды Энекс Овервотч против ROG, второй полуфинал Creation Sports против Misfits, и мы с вами еще посмотрим финал. Не обращайте внимания на Best of 1, Best of 1, да, то, что написано наверху. Информация по этому поводу от Team Liquid другая. Team Liquid нам предоставляет другую инфу, то, что матчи пройдут в формате Best of 3. Хотя нет, Liquid вообще ничего не предоставляют, но вчера матчи были в Best of 3 уже, начиная с раунда из 16 команд, соответственно, с 1-8. Так. С Purple Unit поздоровался, ребята, еще раз всем привет, кто к нам подошел. Надеюсь, вам интересен соревновательный Увервотч, и мы вот ждем начало первой игры. Так. Сеточку посмотрели, напомню еще раз немножко про турнир, как он будет проходить. Итак, у нас есть 4 квалификации, точно так же, как на Overwatch Atlantic Showdown. Они проходят вот в течение июля, начало августа. Команды участвуют в регионах в Европе, есть команды, и команды есть в Северной Америке. Соответственно, выходит команда из своих квалификаций на региональные финалы, которые пройдут по уточненной информации с 25 по 29 сентября. Это будут в разное время, будут сначала, кажется, североамериканские играться в финалы, затем европейские, и туда выйдут 16 команд. А затем, соответственно, победители на каждом из региональных финалов, соответственно, по одной команде от региона, поедут на лан-турнир, на котором они сразятся за 100 тысяч долларов. Это главный приз, и второе место получит 24 тысячи. 24 тысячи, соответственно, мы можем вычесть. Третье место получит 18, и четвертое 6 тысячи, соответственно, на первое место получится, ну, где-то... В районе 50 тысяч долларов, в общем, довольно неплохой призовой фонд, хотя, суммарно, вроде как, заявлялся 300 тысяч фонд, и у нас уже начинается первая карта, карта King's Row... Ой, карта, простите, 666, конечно же. King's Row, я немножко задумался об этом. Ну что же, у нас... Энекс, Овервотч, будут играть они в защите. По звуку вы мне скажите, если все хорошо тогда. После того, как я изменил, не пишите ничего. Если что-то не так, напишите, посмотрим, поправим. Итак, Энексы будут играть в защите. Точно так же они вчера начинали против Reunited. В защите они пикнули. Кулер играет на Люсио, Рубикон на Дзиньяте. Два дамагера — это Гэнзи, Сайфер и Кэнси Макри, Анек на Заре и Шарик на Рейнхарте. Роги, играют они с Анной. Смотрите, Анкой взял этого героя. Твик на Гэнзи, второй саппорт — Уинс на Дзиньяте. Рейнфорс играет на Рейнхарте, АКМ на Макри и Нокс играет на Диви. Первый размен погибает Энек в размен на Твика. Погибли два героя команды атаки, это минус два дамагера, в принципе. Хорошее начало для Энексов, хоть они и потеряли Анека, своего танка, но забрали саппорта, двух дамагеров и еще Дива погибла. В общем, вдвоем остались здесь Анна плюс Рейнхарт. Ждут они своих тиммейтов для того, чтобы они подошли. Минута уже прошла в защите. А Энексы держат оборону на втором этаже. Шарик накопил уже на ультимативную способность, вот так вот быстро. Скорее всего, он Ешками, огненными ударами очень быстро смог набрать. И погибает здесь Анна, команда атаки, минус Диньяте, минус Макри. Погибают два саппорта и дамагер. И два дамагера команды Рог, но Шарик, к сожалению, улетел в пропасть. Сам себя скинул, хотя ультанул. Энексы сейчас заходят на второй этаж, ждут они своего Рейнхарта. Без щита будет тяжело здесь держаться. У нас больше позиционная игра, какой-то, знаете, такой немного замедленный Overwatch. Обычно все летит, все бежит. Взрываются басы, люси, стяжки от Зари. Но только сейчас пошел у нас контакт. Погибает здесь Сайфер, Макри, хороший хэдшот ему повесил. АКМ это был. Правда, тут же Кэнзи разменял своего тиммейта. Погибает еще Рейнхард. Минус оба Диньяты, у команды остались без одного саппорта. На втором этаже находится Макри. Кэнзи пытается зафокусить своего оппонента на Гэнзи. Такая игра слов получилась. Шарик забирает двух оппонентов, неплохо. Это минус Сана, минус Диньят. Но, к сожалению, погиб кулер без... Ух, простите за звук. Кулер, к сожалению, погиб. Без саппорта остались ребята из Энекс. Полторы минуты уже прошло. Надо роком предпринимать какие-то активные действия. Копят они на ультимативные способности. Скорее всего, будет... Кэнзи ультанул, но тянет время. Тянет время, потерял 50% заряда ульты. Но потянул немножко времени для своей команды. И Роги выходит со штольни. Пошла стяжка Зари. Стягивает трех оппонентов. Энекс. Энекс режет. Режет Сайфер с помощью ульты. Пятерых уже забрали. Шестерых. Будет ли? Погиб еще... Погибли пять героев команды Рог. Ну что же. И продолжают Энекс держаться на втором этаже. Стоят они. А на бензоколонке, в принципе, заняли позицию. И вот у них пока получается это дело. Сайфер ворвался в толпу соперников. Не было у него возможности отойти. Энекс дал хоть на него щиты, но погиб. Очень быстро Гэнзи, команда защиты, сделали ребята из Энекс 2 минуса. И только сейчас погибает Энекс. Ну под ультой. Под ультой Дзиньяты. Под ультой Рубикона находятся. Игроки команды Энекс Увервотч. И заканчивается время уже у Рогов. Правда, сейчас погибают два героя команды защиты. Это был Диньяты. Погиб Шарик. Даются басы от кулера. Кэнзи пытается зафокусить кого-то. Видит Диву. Скорее всего сейчас подрубит щиты Дива. И как-то тяжело здесь. С Энексом вдвоем остались они. Погиб здесь еще Люси. Энекс взял трейсерку. И скорее всего отдадут первую точку. Да, отдали первую точку. Довезли до нее груз на овертаймах ребята из Рог. Ну почти. Почти получилось у Энексов удержать здесь контроль над ситуацией. Но попробуют они это сделать на второй точке. Кулер подходит к своим тиммейтам. Так, продолжает у нас толкать телегу ребята из Рог. Времени у них остается полторы минуты. Из тех двух, которые добавили за то, что они взяли первую контрольную точку. И сейчас надо посмотреть за ультой Сайфера. Да, вот он забрал своего оппонента на Гэнзи. Залетает в толпу соперников. Фокусит Рейнхарда, который находился под сферой от Рубикона. Напомню, дебаф Диньяты. Увеличивает получаемый урон героям на 50%. И вот зафокусили очень быстро Рейнхарда. Остались без щитов ребята из Рог. И еще погибли у них саппорт. Саппорт Диньяты как раз таки и Дива. Которая лишилась своей мейки в начале атаки. Эннек взял Уинстона и 54% заряда ульты у него уже есть. Видит здесь Диву, которая решила ультануть. Но Уинстон, да, выдержал вроде как щит. Дива никого не убила. Купол удержался. Но потеряли здесь ребята из Эннек с двух дамагеров. Погиб еще Шарик. И надо перегруппироваться и давать бой на последнем отрезке. Рубикон ультанул. Ну, скорее всего, он давал ульту на то, чтобы уйти. Кто-то за ним гнался. Возможно, это был Диньяты. И Эннек сейчас пытается зафокусить игрока на Гэнзи. Не получилось у него это сделать. Будет ли ультовать? Да, ультует и Кэнзи. С помощью ульты забирает Гэнзи, команда соперника. Но погибает сам ЭКМ, дает по нему размен. Под стимуляторами находятся Макри команды Атаки. И начались опять овертаймы. Нужно просто оттеснить соперников от Груза. Тогда у Эннексов будут шансы победить. Так, ломается Дива, ломается Мека Дивы. Но, к сожалению, погиб здесь Диньяты, погибает Шарик, погибает Эннек. И опять на овертаймах довозят Роги Груз до контрольной точки. Развалились как-то по частям Эннексы. Погибли у них три героя. И затем втроем Диньяты, Уинстон и Рейнхарт пытались как-то защитить Груз. Но у них это не получилось против четырех соперников. Ну что же, Роги используют Анну, кстати говоря. Интересно, как они будут использовать этого нового героя, как они будут с ним играть. И видели мы стимуляторы недавно на Макри. Он на АКМ и кидал Анкой свою ультимативную способность. Так, ребята из Эннекс подходят очень близко Груза. Возможно, это тоже, знаете, одна из таких микро-ошибок, то что они выходят слишком сильно вперед. Ох, поймал в ульту Рейнхарт своих оппонентов. Рейнфорс это был троих. Уронил на лопатке, и ЭКМ просто ультанул. Ультанул. Да, двигаются на Грузе ребята из Рог, и надо ждать Эннекс всех тиммейтов. Напомню, действует правило стоп-вотч, поэтому мы будем следить за временем, сколько примерно остается. Но вот на овертаймах. Первый раз довозили ребята из Рог тележку. Во второй раз тоже почти на овертаймах. В общем, по времени очень хорошо получается. И погибает здесь Зиньяда, погибает Макри, минус два танка команды защиты. К сожалению, Кулер и Сайфер только остаются в живых. Сайфер последний. Он летает, тоже погибает Тимвайп от команды Рог, и они довозят Груз до третьей контрольной точке. Чуть-чуть не хватало Эннексом на каждой контрольной отметке. Вот капельки. Везде не хватало. Что на первой точке они упустили свою возможность, что на второй, что на третьей. На третьей, конечно, 25 секунд осталось, но могли еще на первой точке закончить первую половину, и счет у нас пока что по раундам 0-3, но вот видим мы здесь хайлайты, нам показывают, как Сайфер нарезал. Да, хорошие были ультимейты, забрал здесь своего оппонента и ворвался в толпу соперников. Ну, шансы были все, но вот как-то разваливается по частям почему-то, не знаю. Так, и поменялись команды местами, но не цветами, соответственно, напомню, что на наших турнирах на европейских действуют правила соревновательного Overwatch, и это на самом деле хорошо, как мне кажется, потому что сегодня мы смотрели с вами китайский турнир, ребята играли в быстром режиме, и это было и по времени там разные абсолютно тайминги, и для точек, и для захвата объектов. Вот, и немножко сложнее было все с тем, чтобы переставить счет, а вот здесь, видите, сразу ребята поменялись. Теперь синие у нас, игроки синие команды будут играть в атаке. Энекс взяли также у Уинстона, Шарик будет играть на Заре, то есть без Рейнхарта обойдутся, но это атака, это атака от Энекс. Два саппорта, как и вчера, это Дзиньята и Люсио, и два дамагера Кэнси на Макри, Сайфер на Гэнзи. Роги в защите почти не поменяли свой пик, только вот Твик сел на Солдата, Солдат, Макри, и будут дамагерами, играют они в трех саппортов, это Дзиньята, Люся и Ана, плюс есть еще Рейнхард в качестве танка, в качестве щита, взяли его ребята из Рог. Ну, оправдан ли пик трех саппортов? В принципе, у них был и на первой половине такой же пик, из состоящих трех героев в поддержке. Но дамагом обладает и Ана, каким-никаким, и Дзиньята, а наличие такого большого количества хила позволяет переживать оппонентам, позволяет переживать ульты оппонентов, вот здесь видите Сайфер погибает, вот Макри, надо забрать его сейчас Энеку, не получилось это сделать, очень мало ХП оставалось у АКМа, пытались ли по нему сейчас настрелять Кэнси, но... Нет, не получилось, и здесь рассыпаются Энексы в атаке, надо пересобраться, пересобраться, и очередную атаку организовывать уже вместе. Уходит кулер по шахтам к своим тиммейтам. Надо что-то придумать, как-то зайти на второй этаж, на бензоколонку, да, вот видите, нам показывают время, действуют правила стоп-вотч, подробнее о них я расскажу в перерыве. Ох, какой хедшот прилетел по Энеку, сразу минус 140 хп у обезьяны. Кэнси очень сильно просел, 50 хп только остается, не стал подставляться, кидает флешку АКМ по шарику, шарик разваливается, погибает также Сайфер, в ответ забрали только солдаты команды защиты, ультует Зиньята, и развалился здесь Аннок. Забрал, правда, Анкоя Маккри, то есть погибла Анна, но... Да, видим мы как... Остальные герои команды Энекс разваливаются, что-то не получается пока у них зайти здесь. Так, есть 4 ультимативные способности у Энексов, может быть как-то их получится реализовать, нужно только дождаться ульты Шарика обязательно, стяжка Зари будет здесь очень сильно помогать, разультовывается Сайфер, кинули на него гранату Анна, забрали... Забрал, правда, Сайфер двух саппортов команды Рог, защитных каких-то ультимейтов не осталось у команды защиты, погибает здесь также Маккри, погибает Рейнхард, и нужно добирать последнего героя, это был солдат Тим Вайп от команды Энекс Увервотч, и они заходят на первую контрольную точку, и причем не на Увертаймах, как это сделали Роги, то есть по времени они пока идут более-менее неплохо. Но нужно, напомню, довести обязательно груз до третьей контрольной точки. Судя по времени, у них есть все шансы, но это Роги, которые могут... Напомню, они победители первого LAN-турнира от Take TV, самого первого после релиза игры, было это еще в мае... Да, у нас здесь, к сожалению, подвисло, так, все нормально уже. Анкой, есть у него стимуляторы, и ЭКМ ультует Маккри, показали бы нам, кого он видит, никого он не видит, это хорошо. Хорошо, ульта не реализована, 50% заряда сразу минус, Рейнфорс, у него есть ультимативная способность, спрыгивает он вниз. Хм. И мы абсолютно хотим Зениарта на сайте для следующего пути. И это очень весело, когда Рейнфорс таргетит Лусьо. И у него два шанса, где-то ультима, и у него два шанса. И, ну, ну, теперь Сайфер, опять-таки, что он может сделать. У него есть ультима. Винсен Афроманик, который купил ему space, купил ему дистракцию, чтобы сделать его работу. И, как вы видите, Саунбария, и Энро будет пушить от того, как все-таки каосы. И все-таки каосы. Анатолио выглядит в хорошей позиции, но они капитализированы. Продолжение следует... 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 Сколько перерывов? А, ок, тогда ждем. Я думаю минут пять, не больше. Перерыв будет. Ух, да, салюты у меня тут прям. За окном. Наверное, победу Энексов отмечают. Здорово. Так. Давайте пока почитаю ваши комментарии, ребята. Можете задавать вопросы, я постараюсь ответить. Ух, мы тебя не слышим, мы тебя не слышим. Фейл, фейл, ребята. Прошу прощения, еще раз. Роги в три хила играют, шок. Они играли в три хила, да, но эти хилы, что Ана, что Деньят, они обладают неким уроном, да, то есть они могут продамажить героев соперника и вот решили играть именно так. Да, в принципе, я уже объяснил примерно, почему так неплохо заходит, потому что дамаг у них есть, а хил помогает переживать разные ультимейты соперника, но Ана, как мы видели вчера, требует филигранного исполнения не только от самой Аны, а от всей команды, это нам продемонстрировала команда Misfits, они первыми взяли Ану и одну карту они даже с ней проиграли за счет того, что Голливуд, за счет того, что они не, скажем так, не могли... Да что ж такое, у меня прям аж в пол отдает. Бомбят, ребята, бомбят. Вот это бомбят фанаты команды ROG, то есть салют запускают ребята из NX, да, а бомбят ROG'и. Ну ладно, не будем всяких разных прохладных историй рассказывать. Ты хотел рассказать о правилах по времени. Да, спасибо, Бзик. Хотел рассказать вам про правила Stopwatch. Что это такое? Коротко, если у нас действует режим соревновательный, да, в игре, то есть команда участвует именно... Играют по именно этим правилам, то есть сначала играют в защите на картах сопровождения, потом в атаке. Но, если обе команды довезли груз до третьей контрольной точки, то Близзардами не предусмотрено никакой, скажем так, возможности понять, кто же победил. Вот, они используют следующую ситуацию. Они берут просто и кидают монетку. Кто будет играть в атаке, кто будет в защите. Вот. Так на соревновательном режиме у нас происходит. И дается некоторое время атакующим, чтобы они взяли первую контрольную точку. Это немножко дисбалансно, несправедливо, и поэтому организаторы всех крупных турниров вводят правила Stopwatch, то есть та команда, которая быстрее довезла груз до третьей контрольной точки, Китай побеждает. Поэтому у нас записывается время, и поэтому времени мы судим, кто же победил. Надеюсь, правила будут понятными. Корябовая внезапная смерть лучше отыгрывать дополнительные раунды. Ну, лучше либо отыгрывать дополнительные раунды, да, как это было, например, сегодня на китайском турнире, просто при ничьей команды играли на картах контроля объекта, играли в формате Best of 1, но тут тоже есть свои подводные камни. А на картах контроля объекта могут некоторые команды просто не играть. Они могут специально их банить. Кстати, почему-то у нас черный экран, и давайте я... Да, трансляция вновь потухла. Так, меня-то... Меня слышно, да. Ну, не знаю, вот у Елиги какие-то странные трансляции, у них постоянно происходит дисконнект. И вчера мы помним, как тоже они просто не в сети оказывались. В общем, ждем, ребята, ждем начала, тогда я вас проинформирую о возобновлении трансляции. Сейчас у них какие-то проблемы. Так, рассказывал я про то, почему... Так, вы это слышите, да? Да, нехило так бомбит. Почему плохо играть на контроле объекта? Дополнительные раунды. Потому что некоторые команды их могут просто банить. Эти карты, на них они могут не играть, не тренироваться, хотя все профессиональные коллективы, конечно же, на них играют. Но вдруг это получается некий дисбаланс. А, если мы вводим время, то кто быстрее довез, тот, собственно, и победил. Тут никаких вопросов быть не может. Именно поэтому были введены такие правила. Такие вот дела. Мы тебя не слышим. Да, Фервентус. Приветствую тоже в чатике на Гудгейме. Да, ребята, такой провал от меня. Простите. Каюсь. Ух, много тут нафлудили. Иннексы скоро. Так, это я читал уже. Мне сегодня вновь повезло соврать хорошую пати. Одну игру проиграли только из трех-четырех. Бастион в защите зарешал урагов при поддержке команды, конечно. Да. Ана. Удивляется Бзик, потому что Роги тоже пикнули Ану. Но вот. Видимо, что она появляется в пиках. Это ты гремишь. Таз под стул поставил и ногами колбасишь. Может быть и так. Я имею в виду доп-раунды на той же карте. Там тем самым баны не влияют. Но дополнительные раунды на той же самой карте. Это. Если, да. А как они должны проходить тогда? По твоему мнению скат. Как они могут проходить? То есть, это будет тот же самый контроль объект, только на той же карте. Допустим, нужно захватить, я не знаю, обоим командам тележку или как. Просто тот режим существующий, который внезапной смерти в игре, он, ну скажем, мягко говоря, странен. Потому что одна команда, получается, играет в атаке. Они не хотели играть в атаке. А в защите это тоже не получается. Да, правда, предразумевается, что они заново отыгрывают раунд. То есть, всю карту. Это долго по времени, получается. За обе стороны. Получается, это долго по времени. И на турнирах могут быть игры бесконечные. Особенно в ладере, в соревновательных играх. Это тоже очень сильно затянет игру. И один матч получится. Не просто игра, а не просто небольшой короткий матч, да. А получится, знаете, такая очень длинная игра, затяжная. И прям как в доте будут целые игры по часу. Это очень долго. В контре и в той же самой тоже. Затяжные игры. Давайте я пока поставлю еще раз. У нас все-таки заработала трансляция у ребят из E-League. Давайте я поставлю расписание. Итак, давайте мы по расписанию забыл сказать. Итак, в 9 часов у нас началась игра Ennex против Rock. Судя по расписанию, Creation против Misfits начнут в 22.30 по Москве. Соответственно, мы прибавляем 2 часа к BST. Все время указано в British Standard Time. Я узнал, что такое BST. Это, оказывается, не пекинское время. Это время британское. Летнее. То есть оно имеет плюс 1 час. Соответственно, с Москвой сейчас разница 2 часа. И мы прибавляем. А в полночь у нас начнется финал. Так я на Ханамури в рейтинге играл. Конечно, счет 4-5. Как происходит на контроле точки? По 40 минут. Для второй раз уже не 3 минуты дают. Скат, фишка в чем? Игр захвата объекта. То есть Ханамура, Ахрам Анубиса и... Какая же третья карта? Забыл, КБ Ольской, конечно же. Фишка в чем? Там дается, скажем так, 10 минут. Ну, теперь 9 минут на атаку одной команде и 9 минут на атаку другой команде. Если в атаке они пронесли своих оппонентов, да, грубо говоря, 2-0 у нас счет после первой половины. Потом соперники пронесли со счетом 2-0, да, и делают это все быстро, да, то есть время вот из этих 9 минут потихоньку исчезает. Как только время доходит до 2 минут, да, больше времени прибавляется. И мы, если там происходит опять ничья, у нас, допустим, счет 6-6, у обоих команд по 2 минуты, они опять же захватили обе точки, а у нас вот как раз только в этот момент появляется режим Sudden Death. 2-0, 2-2, ну да. 2-0, 2-2, 4-2, вот я про это имел в виду, прошу прощения, опять я. То такая вот появляется штука. Вспомнить матчик КС до 16 побед на карте. В КС раунды. В КС раунды и потом, после раундов, если вдруг команды оказываются равны, счет 15-15 становится, то есть по сумме 30 раундов ни одна команда не определилась как победитель, начинаются овертаймы, то есть тоже дополнительные раунды. Сейчас распространена система по 3 раунда, в котором дается каждой команде, допустим, они играют сначала за атаку, да, потом дается им по 10 тысяч. Так, ладно, в КС углубились, не надо, про контру, у нас сегодня овервотч, ребята. В КС играют 16 раундов, игры не быстрые, но вспомнить тот же СК-2, где Best of 3 может 2 часа играться. Ну да, StarCraft тоже отдельная история, там все-таки это другой жанр немножко, это не шутеры, это стратегии. Так, вот мы видим, вторая карта будет у нас King's Row, а третья карта будет, если она понадобится, будет Непал, конечно же. Хорошая такая вставочка, неплохо. Сегодня подготовились, мы видим, к трансляции Е-лиги, ребята. В СК-2 другая ситуация, немножко плюс, к тому же, как мне кажется, там сами Близзарды могут, знаете, управлять вот этим вот временем, зависит все от баланса, баланса именно по юнитам, по ресурсам, по минералам. Но, не мне судить, в StarCraft я мало играл, немного тоже смотрел. Вот, ну вот стоп-вотч, система стоп-вотч, как мне кажется, она оптимальна, и она может даже перекочевать в соревновательный режим с будущим сезоном. Я думаю, Близзарды дойдут до этого, дойдут до времени. Мне кажется, что сейчас игры по времени Overwatch слишком стремительные, по времени на раунд. То есть, очень быстро проходит именно вот одна карта, да? Ну, в принципе, игра такая аркадненькая, быстренькая. То есть, прибежали, захватили, не захватили. Захватили, победили, не захватили, проиграли. В принципе, наверное, так это и работает. Это можно, наоборот, только увеличивать количество карт. С такими таймингами минимально следует тогда делать Best of 5. Вот это вот тоже согласен, да. По крайней мере, в финальной части турниров, да, вот в плей-офф точно можно делать по Best of 5, но... А с другой стороны, у нас, смотрите, одна карта, чтобы ее сыграли, да, допустим, обе команды в атаке пронесли своих оппонентов до третьей точки. На каждую сторону по 10 минут. А плюс... Ну, по 10 минут, да, вот на картах сопровождения. 20 минут на карту. В принципе, Best of 3. С другой стороны, Best of 3 получается очень быстро. Так, ладно, у нас начинается атака. Энекс, Overwatch начинают в атаке, и есть у них Энек, который уже погиб, видим мы. Жнеца в команде защиты у Рогов. Правда, они потеряли двух героев, это Рейнхард и Дзиньята. Погибает еще Жнец, и Энекс заходит на первую точку, и довольно уверенно они своих оппонентов убивают. Здесь отличный минус от Кэнси, забрал он Зарю. Энексы очень быстро зашли на точку А, и буквально за минуту 20 захватили эту контрольную точку, и теперь будут вести груз. Сайфер сделал минус по Жнецу. Погиб Жнец команды защиты, и отходят, отходят немного ребята из Рог. Так, ребята, прошу прощения, я снова здесь. Надеюсь, меня слышно. Так, что у нас здесь? Есть Энексы. Энексы двигают груз дальше, но вот сделали минус 3. Ребята из Рог, и сейчас своих оппонентов оттолкнут от объекта. Три ультимейта будет у Энексы Овервотч в следующей их атаке. У Рогов есть тоже три ультимейта. Так. Кэнси. Имеет он суперспособность, меткий стрелок ставит. Что у нас происходит? Скорее всего, будет Ре. Потому что тратят время просто-напросто ребята из Энекс. Потратили ульту, и... Возможно, у нас какие-то проблемы у одного из игроков. Не знаю. Почему-то они просто стоят на месте. Нет. Не понял я, честно говоря, с чем связана вот эта заминка. Энекс залетает на точку. Потратили, наверное, секунд 20, просто стоя на месте. И, к тому же, еще и ульту Макрия. Ну, непонятно, с чем это связано, честно говоря. Честно говоря, очень странное поведение от Энексов. Может быть, они хотят заманить своих оппонентов, не знаю. Либо дождаться, пока груз откатится. То есть, такая, знаете, стратегия с тем, чтобы груз откатился. Ну, не знаю, очень сомнительная. Да, есть у них 6 ультимативных способностей. Так же, как почти у Рогов. Пошла стяжка Зари. Шарик ультует. Кэнзи тоже туда ультанул. Забрал двоих. Рубикон подрубает защитную трансцендентность. Также есть ульта у Дзиньяты команды защиты. Погибает Твик. Это Жнец команды Рог. Анкой на Дзиньяте тоже погиб. В размен, правда, на Сайфера. АКМ сделает размен. Правда, сам тоже погиб. Странное немножко поведение от Энексов, но приносит оно им свои дивиденды. Видите, они потратили 5 ультимейтов и зашли на контрольную точку. Видимо, просто не хотели своим оппонентам давать возможность, я не знаю, накопить на ульты. Плюс дождались своих ультов. Честно говоря, мне сложно сказать. К тому же, была потрачена почему-то ульта Кэнзи в упор, в стену. То есть, тоже очень странно. Сайфер падает. Вот он ультанул Рейнхард команды защиты, уронил двух героев. Погиб Анок также на Уинстоне. И АКМ расстреливает остальных героев. Погиб уже Кулер. Минус 2 АКМ. Хорошо, аспирант. Понял. Так. Ну что у нас здесь? Ребята из Рог подходят к Грузу, вылетают на скорости. Энексы заходят за угол. Твик, правда, расстреливает героев команды Энекс. Погиб уже Анок на Уинстоне. Забирают также Сайфера, который играл на Гэнзи. Но два минуса по команде защиты здесь прошли. Надо зафокусить Женеца, потому что... Ну вот некому. Должен подойти сюда Кэнси, дать флешку и забрать этого пиздесущего героя. Ну что же. Кэнси. Пошла стяжка от Зари. Неплохо стянул Уинст своих оппонентов. Забрал троих сам. Помог одного забрать Рейнфорс. И Энексы остановились. Остановились, не получается. У них здесь зайти. Погиб еще Сайфер, погиб Кулер. Ну, Энексов зажали здесь немножко на респе. Уинст максимальный заряд имеет эта Заря. Неплохо. Разогрели его оппоненты. И что у нас будет дальше? Итак, Энексы выходят... На своих оппонентов на скорости Сайфер врывается в толпу соперников. Энекс расталкивает всех в ульте. Погиб Сайфер, погиб Кэнси, минус Энекс. И вновь развалились Энексы. Никого не забрали, только погибла Заря. Кулер должен отсюда убегать. И нет, не получилось. Его тоже... Отправили на респу, не по доброй воле. Ребята из Рог. Четыре ультимейта есть уже у команды защиты. Энексы накопили только на два, но на подходе с ульта Сайфера и ульта Рубикона. То есть, будет Клинок Дракона. Хорошая стяжечка от Шарика. Четырех оппонентов он стянул, правда. АКМ ультанул, забрал Кулер. Без басов останется команда Энекс на эту атаку. Погибает здесь Жнец, команды защиты. И пошли басы вновь... Подошел все-таки Кулер, дал басы... Нет, простите, это был не Кулер, это был Нокс, игрок команды защиты. Защитные были басы. Кэнси расстрелял Рейнхарта и пытается добрать еще двух оппонентов. Видел он в ульте, ну, будет стрелять. Эх, выстрелил, но попал только в Зарю, получается, по таймингам. Немножко не получилось, Энекс не дает своим оппонентам выйти на точку, на груз, и первой половине остается, мы запомним, две минуты, ну, так, средненько шла атака от Энексов. Не самое быстрое время они показали, но дотащили груз до третьей контрольной точки, соответственно. Да, вот этот момент, я, честно говоря, не понял, что здесь хотели сделать Энексы. Возможно, была инфа от Сайфера, что там выходят соперники, будут они принимать ближе, но... Очень странно. Очень странно ультанул Кэнси, и потом все остальные герои команды Энекс, игроки команды Энекс, просто стояли на месте в течение 20 секунд. Я, честно говоря, немного недопонимаю вот этот момент, и... Честно говоря, странно. Ну да ладно. Главное, что у них получилось. К тому же не было скорости от Люсио, да, допустим, Кулер дал бы скорость, вышел бы Кэнси из-за угла, выстрелил, тогда, может быть, еще как-то получилось, если бы... Роги пошли, но Роги не пошли просто-напросто, ну, может быть, мискоммуникейшн был какой-то, то есть... Ладно, поменялись команда местами, красная команда будет играть в защите, это Энексы, у них в пике появился Бастион, Анак будет играть на нем, ну, скорее всего, сейчас будет 3 пик, я не знаю, может быть... Может быть, будет, или играть будет Энекс все-таки на Бастионе? Да, будет играть на Бастионе, занимает позицию в окне, мы это видим, справа в углу. Будет он стоять вместе с Шариком, вместе с Рейнхартом, который будет держать щит для своего тиммейта. Посмотрим, реализуется ли эта стратегия, любителям Бастиона посвящается. Также есть у них 2 саппорта Люси плюс Дзиньята, 2 дамагера Сайфер, Кэнси, и Шарик будет прикрывать Энека на Бастионе. Роги в атаке взяли Анну, опять Анко играет на этом герое, Нокс на Диве, Твик на Гэнзи, Рейнфорс на Рейхарти, который очень сильно просел здесь вместе с Дивой, и Уинс в качестве 2 саппорта будет на Дзиньяте, и также Кэм на Макри. Итак, заходит просто по главному проходу в центр точки ребята из Рог, и просто держит ее, потому что не простреливает Бастион, направо, и вот спалили, должны были спалить сейчас Бастиона, забирает он, правда, Диву, забирает Мекку, Диву саму не забрал. Мало хп осталось у Нокса, 45, но не забрал ее. Бастион, Сайфер погиб, однако в размен на двух героев команды Атаки погибли оба танка команды Рог, и Атака должна отходить, Атака будет отходить. Да, нашли все-таки Нокса, он погиб на Диве. Итак, что у нас здесь будет дальше? Атака занимает все ту же позицию, не стал он даже менять. У Рога, в принципе, даже ничего такого нет, спамящего, что может согнать оттуда Бастиона, только Макри может подойти как-то, а вот сейчас Атака погиб. Да, Дива, Дива просто залетела в упор. Вот есть Дива, которая может расстреливать. Погиб здесь Атака, погиб Сайфер, минус Кэнзи, погиб еще Шарик, их 4 ультимейта были у команды Энекс, но они просто-напросто не успеют вернуться на точку Ас с респауна. Уллер забрался, перестрелял своего оппонента на Макри. Неплохо, Люси, которая забирает Макри, это, конечно, дорогого стоит. Так, и видите, репик произошел, Нокс поменял свою Диву на Люсио, и в 3 саппорта будут играть Роги на вот этом отрезке. Сайфер, отражением Атак, отогнал немножко спам, отлетел он в обратную сторону, и Роги двигают груз, пока ультимейтов каких-то не использовано, нет никаких стычек, простите, и да, вот сейчас Сайфер может разультоваться, не стал это делать, мало ХП, а в спине уже режет вражеский Гэнзи под стимуляторами, только сейчас Сайфер решил подрубить ульту, и видит, видит своих оппонентов, но слишком далеко они находятся, ульта уходит никуда, хотел сказать я, но нет, сделал здесь Сайфер минус 2, забрал Рейнхарда, забрал Дзиньяту, здорово, и вот сейчас уходит Энак на Уинстоне, мало ХП у него оставалось, сейчас он отхилился, взял, видимо, аптечку. Так, все, вроде у нас закончили бомбить под окнами, и смотрим мы, Энаксы, кстати, отдали они все ультимейты на то, чтобы отразить прошлую атаку, и вот сейчас у ребят из Рок будет возможность зайти, но снова под скоростью Люси вылетают Энаксы вперед, так, без страха они идут. Ну что же, КМ забрал Сайфера, погиб уже Гэнзи командой защиты, и Макри пытается просто сломать щиты Рейнхарда у команды защиты, Шарик, видимо, сел на Рейнхарда, и хорошие два выстрела от КМа забирает он Дзиньяту, забирает Уинстона, минус 2 героя команды защиты, вразуме, правда, на ЭКМа, Анкой на Ане забирает Рейнхарда, и втроем остаются Энаксы, наверное, будут отходить отсюда, хотя нет, еще сражаются, даются басы команды атаки, Кэнзи погиб, и, да, забирает еще Сайфера, здесь Твик, и нужно отходить, что у нас по времени, вот, неизвестно, но кажется, Энексам нужно еще минуты 2 где-то держаться в защите, то есть 2-3 минуты им еще нужно держаться, потому что они за 7, почти за 7 минут довезли груз, а соперники двигают груз еще быстрее пока что на данный момент, поэтому им нужно отражать вот эти 2 атаки, Энак врывается в толпу, подрубается ульта Дзиньят, и погиб, правда, Кэнси, Сайфер тоже минус, ультует здесь Твик, режет он своих оппонентов, хорошо попадает ультой по 3 оппонентам, шарик, роняет их на лопатки, забирает всех остальных Рубикон под сверкой, Дзиньят раздает огромный урон, АКМ здесь сражается с Уинстоном, и... Анак погибает! Анак погибает, он мог забрать АКМа, очень мало ХП оставалось у Макри, но не получилось у Энака забрать этого героя, Энак теперь будет возвращаться с Риспы, и 2 ультимейта есть у Энаксов, что же, есть ульта у Сайфера, есть басы у Кулера, смогут ли отбить эту атаку? Ультует здесь АКМ, никого он не убил, хорошо, без ультов играют Роги, и вот в этой атаке под басами Кулера врывается Сайфер, погибает, правда, Энак, очень быстро его зафокусил Жнец, но нарезает, нарезает этот Гэнзи, погиб, правда, сам не смог добрать Дзиньяту, очень мало ХП осталось у этого героя, но сделал минус 3, поэтому ребята из Энакс отбили, можно считать, эту атаку, и сейчас попробует Кэнзи зафокусить Жнеца, но вот надо Макри стараться фокусить этого героя, потому что Твик иначе убивает просто-напросто обезьяну, в легкую, дал, наверное, инфу своим тиммейтам, и под скоростью Кэнзи пытается ворваться, накопил он заряд ульты, хорошо, Флешка попал по Жнецу, забрал его, напомню, Флешка наносит 25 урона, Сайфер вместе с Рубиконом забирает двух танков команды, атаке, погибает здесь еще Макри, минус Дзиньята, и никого не потеряли Энаксы в этой атаке, накопили два ульта, есть ульту Дзиньяты, есть ульт у Шарика, и вот-вот на подходе ульту Энака на Обезьяне. Ну что же, наверное, последняя атака здесь от Рог, иначе по времени они будут проигравшими считаться, забирает Рейнфорс ультой одного лишь Дзиньяту, а в ответ команда Энакса в Вервощ забирает троих оппонентов, погибает еще Заря, погибают Саппорты, и Рейнфорс чуть в соло не затолкал тележку, долго не было никого из Энакса на грузе, и полетел огненный удар, ну судя по внешним признакам, по времени, которое сверху, две минуты, и по внутренним ощущениям, я чувствую, что Энаксы уже победили, но будут играть здесь до конца, АКМ забирает Сайфера с помощью ульты, Кэнзи ультует за счетами своих тиммейтов, Энакс опять погиб, и просто тянут время сейчас ребята из Энакс, понимают они, что нужно, нужно это делать, правда Рубикон забирает Рейнфорса, погибает здесь танк команды атаки, но рассыпаются, рассыпаются герои Энаксов, погиб уже Рубикон, Дзиньяте погиб, погибли оба дамагера, и сбрасывает вниз Нокс обезьяну, Уинстон не смог выпрыгнуть, находящийся в ульте из пропасти, еще тянет время Шарик, забегает он на груз, оспаривает его, и время все еще идет, идет в пользу Энакс, Дива уже пикается, просто трейсерка, герои, которые могут потянуть еще немножко времени для Энакс, понимают они, что уже не отобьются здесь, но тянули время как могли, и я думаю, они победили, по времени должны были победить, и сейчас мы узнаем это, должны были по времени победить, по идее 2-0 счет, показывает нам лучшие моменты, Энакс здесь, на бастионе лечился, и не успел забрать Диву, АКМ, хорошие два минуса дал, да, хедшоты, вот это настоящий Макри, который раздает, китайцы пока что по АИМу не так сильны, но у них еще все впереди, и ультующий Сайфер, неплохо, ну что же, судя по времени, судя по моим ощущениям, я думаю, что Энаксы 2-0 ведут, не знаю, в каком формате проходит матч, к сожалению, инфы нет на официальном сайте, вот, поэтому мы ждем, мы ждем, но, скорее всего, еще 2-0, ну да, рассуждая насчет, как раз таки, 3-х дамагеров, насчет того, что Роги брали, точнее, 2-х дамагеров и 3-х саппортов, на карте 666, и насчет этого можно подискутировать, ну что же, сейчас мы посмотрим, что у нас будет здесь, может быть, комментаторы, кастеры, простите, покажут какую-то, какую-то нам информацию, ну, скорее всего, по времени Энаксы победили, вот, чисто, и по внешнему времени, да, вот, которое оставалось до конца захвата, до конца провоза тележки, после третьей контрольной, перед третьей контрольной точкой, в общем, почему чатик не смотришь иногда во время игры? Стараюсь по игре комментировать, больше. Вот, чатик, ну, можно, иногда смотрю, иногда смотрю, ответ на вопрос, есть ли пауза в своей игре? Паузы нет, в игре не придумали, 2016 года, Близзарды еще не придумали паузу, к сожалению, для нас, даже в своей игре. Почему Мерси не пикает? Мерси пикалась активно до, вот, сегодняшнего дня, до сегодняшнего турнира, но, Мерси в прошлом патче очень сильно понерфили, теперь у нее ульта на 30% дороже, и выгоднее игрокам брать героев, которые тоже, как бы, дают вот этот защитный импакт, грубо говоря, Дзиньята и Люсио, но дешевле, скажем так, по времени, быстрее копится, хотя мы сегодня видели, на китайском турнире постоянно пикали ангела, игроки из Китая, но, вот видите, у нас на Европе другая мета, после патча, она сильно поменялась, мы видим здесь и Диву постоянно в пиках, и Дзиньяту, и вот она даже появилась у Рогов, но, вот видите, 2-0, все равно, счет, скорее всего, в пользу Энексов, так быстро, что мы, может быть, не смогли об этом, так, да, coming up next, да, езжешь, ребята, Энексы победили 2-0, тогда мы сейчас с вами уйдем на небольшой перерыв, и следующая игра скоро будет.